Где Крис? Почему не общаешься с Крис, а она вышла замуж? Адекватная ли у тебя свекровь? Интересует вопрос о муже. Почему так долго на расстоянии? Будете ли жить вместе? Вообще о наших отношениях я могу много говорить. Будешь ли ты еще экспериментировать со своими волосами? Зачем ты сама себе ставишь лайк? Как мне удается оставаться позитивным? Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня у нас будет видео «Вопрос-ответ». В своем инстаграме я опубликовала пост, где вы могли задавать свои вопросы. Пришло более 200 вопросов. И сейчас я по порядку на них на все отвечу. Сейчас мой малыш спит. Мы сегодня гуляли целый день. Он очень устал, что в машине вырубился пол седьмого где-то вечера. И сейчас вечер не очень поздно, и я вот снимаю видео. Вообще на новой квартире, наверное, так и будет. Я буду снимать все видосы вечером, когда он уснет, потому что там будет много в новостройке строительных работ. И боюсь, что у меня возможности снимать будет не так много. Открываю вопросы и читаю все по порядку. Селена, будет что-то новенькое и экспериментальное на твоем новогоднем столе? Честно говоря, вы знаете, что я не люблю готовить, поэтому сильно экспериментировать я не собираюсь. У нас вообще-то как такового стола и не будет. Я думаю, мы сделаем курочку, картошечку, может, сделаем, хотя я картошку сейчас тоже не ем. Я не знаю, легкий салатик, курочка. И, может быть, сделаю оливье, только то, что в оливье, я заменю, например, какими-то другими продуктами. Не знаю, может, когда у нас уже будет, пройдет Новый год, я обязательно сниму видео, и первого или второго числа я опубликую видео, как мы Новый год провели. И, в общем, покажу, что будет на моем столе. Как-то сниму весь этот день. В общем, подготовка, идеи, мысли, и вообще, как мы этот день весь провели, и ночь. Поделюсь обязательно. Мы будем с мамой и с сынулей втроем. Это уже традиция у нас. Девушка Ната пишет, «Зачем ты сама себе ставишь лайк?» Я сама себе ставлю лайк. Это, например, в Ютубе и в Инстаграме я это делаю. Это как бы, типа, мною одобрено. Я ставлю сама себе лайк автоматически. То, что я прочитала, все посмотрела, проверила и поставила лайк. Типа, я это видео одобряю. Ну, что касается в Инстаграме, да. И в Ютубе тоже самое. Ставлю лайк, значит, просмотрено, проверено. Я там была. А если лайка не стоит, значит, я там не была. След свой не оставила. В каком наряде будешь праздновать этот Новый год? Честно говоря, я еще не решила. Скорее всего, в пижаме. Селена, какие подарки ты просила у Деда Мороза в детстве в письмах? И что просит Дэнни? Дэнни вообще ничего не просят. Слава богу, пусть как можно дольше у меня ничего не просят, а радуются тому, что я ему дарю или не дарю. То, что я просто у него есть. Вот. А я, честно говоря, я не помню. Если я в своей жизни писала одно письмо Деду Морозу, если такое было, то я точно не помню, что же я ему писала. Да что я хотела? Конфет. Я всегда была рада малейшим подарком. Самый популярный вопрос, кстати, когда я делала пост в Инстаграме, я сказала, мне кажется, я знаю, какой будет самый популярный вопрос. Но пока что этого вопроса еще не прозвучало. Но кто-то пишет, самый популярный вопрос будет, наверное, будет ли жить твой муж с тобой? Я не на этот вопрос рассчитывала. Я уже думаю, что эти вопросы уже пора отбросить. Естественно, будет. Вопрос времени. Интересует вопрос о муже. Почему так долго на расстоянии? Будете ли жить вместе? Будем вместе жить? Что так долго на расстоянии? Есть свои причины. Где Крис? Вопрос. Ну, давайте насобираем. Вот, я думаю, это самый популярный вопрос будет. Давайте еще сейчас насобираем. Может быть, более развернуто. Где Крис, я не знаю. Ну, просто ответ. Ответ простой. Где Крис, я не знаю. Где Крис. Какие планы на 2020 год? Где и с кем будешь отмечать? Ну, по поводу, где и с кем буду отмечать, я уже сказала. А планы, это у меня в конце года традиция. 31 числа я выпускаю ролик, подвожу итоги своего прошлого года и планирую, что у меня будет на следующий год. Вот. Поэтому 31 числа я выпущу ролик, в котором вы узнаете все об итогах и планах, в общем, какие мечты я осуществила, что у меня осуществилось, как я себя чувствую, что у меня не осуществилось, не разочарована ли я. И планирую, что у меня будет на следующий год. Также задают вопрос, какие три самые главные цели, задачи ты ставишь себе на следующий год, какие цели, задачи ты исполнила в этом году. Это как раз-таки вот видео 31 числа традиции. Это будет уже, по-моему, третий год. Третий год традиции этого видео. Я не изменяю, потому что я больше это снимаю для себя даже, чтобы потом вернуться к этому видео, посмотреть, что я тогда говорила, что я тогда хотела. Очень интересно, кстати. Проводите тоже такие эксперименты, вы можете писать себе просто вот в записочке 31 числа. Вы подводите итоги и пишите, что вы планируете. И все, и убираете далеко, и не смотрите, и ничего. А потом 31 опять вы смотрите, и очень интересно, кстати. Могут интересы и цели, и желания так меняться. Много вопросов опять задают про мужа. Да, но я буду пропускать, потому что этот вопрос уже многим не интересен. Но он как бы продолжает быть интересен, но уже всем надоели одни и те же вопросы, потому что все знают мои ответы. Вопрос такой, не надоело ли тебе снимать фикс прайс? Его очень много, раньше были как-то разнообразнее в видео. Слушайте, фикс прайс не надоело снимать, честно говоря, потому что они каждый раз меня вот своими новинками подкупают. И мне, ну как бы, я иногда думаю о том, что, ну может все, они уже сдули, сейчас у них не будет. И опять ты заходишь в этот фикс прайс, опять там столько приколюх, опять куча радости, мелочи всякие приятные. Вот, поэтому пока я снимаю. Раньше были как-то разнообразнее видео, ну не знаю, не скажи. У меня всегда как-то был фикс прайс, ну и другие Алиэкспресс видео, и влоги, и покупки. И так же все продолжает быть, ну были смешные челленджи, да, какие-то, но в последнее время я, когда снимала эти челленджи, я заметила, что мои зрители не так активно их смотрят, как, например, покупки фикс прайс, там, да, или какой-нибудь трэш во влоге. Я же стараюсь следовать за своей аудиторией. Что ей нравится, то я стараюсь снимать побольше. Фикс прайс очень любит, его хорошо смотрят, поэтому я его и снимаю для вас. Раз вам нравится, мне тем более. Следующий вопрос, какое самое стыдное воспоминание? Честно, мне даже на ум не приходит ничего такого стыдного. Мне кажется, я себя в жизни, в принципе, всегда достойно вела, и мне за себя вообще нигде не стыдно, если честно. То есть вот так вот даже на вскидку даже не приходит ни одной такой ситуации и ни одного такого воспоминания. Будешь ли ты еще экспериментировать со своими волосами? Ну, пока не планирую, но я настолько непредсказуемый человек и непостоянный, что я за себя не ручаюсь. В один день в голову стрельни, да, начну менять цвет волос. Почему перестала заниматься своим магазином? Потому что на самом деле это отдельная работа, которая занимает все. Особенно, если это твой бизнес. Занимает все. Ты думаешь, как бы разнообразить, ты думаешь о рекламе. Особенно, когда ты одна этим занимаешься. Это очень, то есть ты и продавец-консультант, ты и организатор всего, ты и товаровед, ты и закупщик, ты и пиар-менеджер, понимаете? И ты еще там креативный идиатор, который должен идеи там подбрасывать в топку. И, конечно, чтобы магазин приносил хорошие деньги, не стоял на месте, да даже просто, чтобы он приносил хоть какие-то деньги, хоть какой-то заработок, да? Все равно нужно вкладывать душу, этим заниматься. 24 на 7, опять же. Ну, наверное, только я, я не знаю, может быть, занимаюсь так своим любимым делом. Но, честно говоря, мне кажется, что так каждый делает. Вот. Когда это твое дело, ты вот хочешь в него вкладывать. Поэтому мне пришлось выбрать либо YouTube, либо магазин. Все вместе совмещать просто у меня нет времени, не получается. Вот. А кому-то довериться, то есть у меня тут такой период, что я не могу никому довериться. Я только начала доверять, монтировать свои ролики двум людям, да? И, блин, большое спасибо, что этим людям я могу довериться, и они выполняют очень хорошо мои просьбы и то, что мне нужно. То есть я удовлетворена. Но вообще довериться очень сложно. И найти какого-то человека, администратора, который полностью будет заниматься моим магазином, во-первых, такого как-то и не было на горизонте, да? Чтобы я такая раз и подумала, вот он, и доверила я бы ему. Может быть, я бы и доверила тогда, да? Вот. Ну и как-то все вот так вот оно, я перестала им заниматься, и как-то... Ну, он и есть этот магазин, да? Я иногда захожу туда, проверяю, кто-то что-то пишет, кто-то не может дописаться, пишет мне на основной аккаунт. Вот. Но там есть какие-то вещи, и они будут мне-нет пополняться, потому что у меня все равно вещи приходят какие-то, да? И что-то я выставляю на продажу. Если бы было... Я люблю такие интересные, кстати, вопросы, знаете, там. Ну, а что если бы? Если бы была возможность повернуть время вспять, на сколько лет назад вернулась бы? Или все устраивает? Ну, тут как бы если бы я вернулась с целью того, что меня что-то не устраивает, то я бы не вернулась бы назад, потому что меня реально все устраивает. А ради интереса, допустим, вернуться в какое-то время назад и уже со своими мозгами, со своим опытом попробовать просто себя как вести, как, знаете, вот какой-то такой виртуальная реальность, да, только твоего прошлого, и как бы ты там вот просто вела себя. Ну, вернулась бы лет в 16. Нет, даже не в 16. Хотя да, в 16 можно было. С 16 до 20, где-то так. Какой ты видишь себя через 5 лет? Через 5 лет, 5 лет, 5 лет, 5 лет, в принципе, 5 лет могут пролететь вообще очень сильно. Ну, я вижу себя человеком финансово свободным, а это значит, что финансов много, очень много. Я вижу несколько бизнес-проектов у себя, вижу себя также успешным блогером, не оставляю я это дело. Вижу вокруг себя, честно говоря, хорошую крутую команду, с которой мы, короче, прям просто вверх, у всех есть возможность хорошо заработать и сделать что-то хорошее, полезное и приятное людям в этой жизни. Через 5 лет я бы хотела такую устоявшуюся команду, с которой мы просто будем переть как на ноги. Следующий вопрос. Как ты находишь в себе силы, чтобы быть такой творческой, чтобы составлять все сценарии, продумывать образы? Как на это все хватает сил? Хотела бы как-нибудь это все бросить? Ну, честно говоря, я не проделываю такую огромную работу. Ну, конечно, если люди по-разному все снимают, да, кто-то действительно это все делает, и они не могут снять видео, пока все вот это дело не продумают. У меня все очень так спонтанно. У меня спонтанный канал, спонтанные видео, все я делаю спонтанно, у меня нет никаких заготовленных текстов. Просто если бы я работала по тексту, вы бы все увидели вообще. То есть, если бы я вам что-то говорила по тексту, я начинаю себя вести очень странно по тексту, поэтому я работаю без текста, говорю все, что в моей голове, все, что в моей душе. Образы я тоже сильно не продумываю. Ну, вот решила я снять какое-то видео, да, все появилось, у меня там полчаса, час, да, снять это видео. Ну, все, я набрасываю там покрывало на фон, поставила здесь звездочки, лав, вот, да, все хорошо, что-то там сделала со своим лицом. То есть, как вы знаете, да, я особо краситься не умею, что-то там намазала минимально, да, чтобы не позориться, со своим макияжем каким-нибудь очень ярким. Расчесала волосы, у меня куча разных кофточек, это все я покупаю, кофточки, футболочки всегда, чтобы быть в чем-то разном, интересном таком. Все, села, включила камеру и по теме пошла. Либо я что-то показываю, либо я что-то меряю, либо я вот вам снимаю вопрос-ответ. Пока малой спит. Боюсь, что если бы я все это готовила, то видео выходили бы намного реже, и мой канал рос бы намного медленнее. А так как все у меня спонтанно, все вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так у нас все и получается, и растем потихонечку. А силы, где я нахожу, ну где, от желания, сила находится от желания. Если вы сильно очень чего-то хотите, и у вас есть мотивация, да, что-то делать, то вы найдете эти силы. То есть если вы чего-то не хотите, а надо найти силы, вот это сложно. А когда вы чего-то хотите, то вы обязательно найдете силы. Вот опять же еще вопросы про Крис. Опять вопросы про мужа. Как познакомились, как долго общались, были ли разногласия. Слушайте, у нас все было, как и у всех. Ну, то есть мы познакомились, нас познакомила моя подруга через знакомых. Были разногласия, конечно. У нас первый год вообще такая притирка жесткая была. Мы так ссорились и скандалили. Но самое интересное, что никогда у меня не было такого опыта, что даже в скандале, когда ты ссоришься с человеком, ты понимаешь, что это твой человек, он никуда от тебя не денется. Вы решите эту проблему, решите этот вопрос. То есть раньше, например, я ссорилась с кем-то, да, и каждый раз я думала, ну все, это конец, ну все, это конец, это конец. А здесь ты ссоришься, но как бы ты понимаешь, что вы все равно к этому вопросу сейчас придете, сейчас остынете, все это эмоции, там та-та-та, и все равно вы будете вместе. Потому что какое-то, знаете, глубокое понимание есть друг друга, взаимопонимание. Как будто вы на одной волне, на одной волне, я не знаю, на одном уровне духовного роста, какого-то отношения к людям, да, вообще просто роста, не духовного, а просто внутреннего, да, амбиции одинаковые. И вот как-то вот все, ну как будто вы так глубоко друг друга понимаете, что даже когда вы ссоритесь в этот момент, нет такого, что ты думаешь, наверное, это не мой человек. Ну то есть вот такого не было, я не припомню. Я всегда с первых дней ощущала, что это мой человек, но нам нужно было притереться. То есть нам нужно было притереться, и каждый отстаивал свои границы, и так как мы два огня, два огненных, он стрелец, я лев, мы просто у нас, если мы ссоримся, у нас прям битва шла. А вот первый год это вообще жесть. А потом через какое-то время как-то, мне кажется, что мы каждый, каждый отстояли свои границы, и уважаем теперь границы друг друга, ну как бы знаем. То есть стоим оба такие вот гордые, уверенные в себе, офигенные, то есть он как будто лев. По ощущениям он как будто лев, он тоже себя очень сильно любит, знает себе цену, что он суперкрутой, умный мужчина, который действительно, ну как бы, да, это самый умный мужчина вообще в моей жизни, мне кажется. Вот, поэтому самый умный, самый добрый, самые вообще там, все качества, которые я хотела, они в нём самые-самые. Вот, поэтому как бы достойный мужчина, достойный меня, просто нужно было очертить границы. Поэтому всё это у нас было, как и у всех. Потом как-то поуспокоились, и спокойненько начали расширяться, расширяться в стороны, развиваться, расширяться. И вообще о наших отношениях я могу много говорить, я очень люблю говорить, вот особенно что касается взаимоотношений, какие-то там-то, там-то, там. Я вообще люблю эту тему, много могу говорить, но здесь стараюсь поменьше об этом говорить, потому что один раз что-нибудь скажешь, и тысячи, миллионы вопросов, догадок и всего-всего на свете. И спрашивают тоже, ну, на темы какие, я не хочу освещать, в общем. Привет, Селена! Скорее всего, самые интересные вопросы – это про личную жизнь, поскольку ты блогер, многое показываешь из своей жизни. У меня вопрос, как тебе удаётся быть всегда на позитиве, и как ты справляешься с нападками от хейтеров и завистливых людей. И ещё не хватает от тебя красивых фотосессий. Короны тебе к лицу. Спасибо большое. Как мне удаётся оставаться позитивным? Честно говоря, мне кажется, что я просто сама по себе позитивный человек, да. И как-то это вот автоматически всё происходит, да, если даже какой-то хейт и какие-то неурядицы. И я могу вот в последнее время, особенно я какая-то нервная, да, может всё это на меня нападать, но в целом какие-то мелкие вещи могут сразу меня окрылять. То есть один какой-то добрый комментарий, который говорит, «Селена, спасибо, ты меня так вдохновляешь, ты мне так помогла, я смотрю там твои видосы, и там вот я в этом парю». Да, вот просто один такой отзыв, и я такая думаю, «Всё, я делаю всё не зря, всё, люди ценят». А таких очень много сообщений приходит, поэтому один какой-то хейт меня может ненадолго как бы расстроить, да, позлить, но кто-то одно, что положительно читает, и я думаю, да блин, мне вообще не надо обращать на внимание ни на каких хейтеров абсолютно. Конечно, нет-нет, они бывают, пробивают где-то что-нибудь внутри. Окей, но это всё быстро очень проходит, то есть я такой человек, который больше всегда обращает внимание на позитив, на что-то хорошее, и всегда меньше заостряя внимание на чём-то плохом, потому что в этом не вижу смысла. Ну и что дальше? Ну ты можно долго переживать, думать об этих хейтерах, думать о том, что ты какой-то неудачник, и что у тебя ничего не получится, но смысл? От этого ты точно расти не будешь, от этого ты близким своим хорошо не сделаешь, себе не сделаешь хорошо. Ну, короче, грузиться по этой теме я просто не вижу смысла, она как-то бессмысленная тема. Лучше порхать, парить, делать, вдохновляться, смотреть на красивых, успешных людей, и просто идти, идти вверх, и дарить любовь всем вокруг параллельно, насколько можно. Красивых фотосессий. Да, я тоже очень люблю красивые фотосессии, но опять же они тоже отнимают очень много энергии. У меня есть знакомые фотографы, которые приглашают меня фотографироваться, и просто приглашают бесплатно, и также за какие-то минимальные деньги, то есть есть возможности на самом деле, но очень сложно мне найти время, потому что всё моё время уходит в YouTube на съёмки, малыш, то и всё. Сейчас ещё квартира, короче, она вообще квартира, вообще она просто забрала вот так вот всю мою энергию, все мои мысли об этой квартире, что туда сделать, куда купить, с кем договориться, что даже очень сложно видосы стала снимать из-за этого. Но я взяла себе в руки немного. Надо. Особенно, когда появляются денежки, и что-то можно сделать в квартире, то всё, я там вся в этой квартире, думаю, блин, надо видео снимать. А на него уже нет ни сил, ни времени. Жёстко, короче, мне придётся трудно в ближайшее время, но я справлюсь. Всё для вас. Так вот, девушка пишет, почему нет в планировании квартиры детской комнаты. Я уже сняла об этом видео, и многие знают, да, что, конечно же, детская комната планируется, ну, как бы, только чуть-чуть попозже, потому что сейчас, пока идёт строительство, детская комната, ну, она изначально такая маленькая, да, уютненькая, она как бы могла бы быть детская, но вообще мне хотелось для Дэнни побольше, допустим, комнату какую-то. Главное, как я её обустрою, да, или, может, ему побольше будет, когда он уже начнёт учиться, потому что у него должна быть игровая зона, у него должна быть зона, где он будет учиться конкретно, да, где он там ещё что-то будет делать. Все, как бы, говорят, что вот это детская, да, где я хочу гардеробную, типа, сделать, но она не специально под гардеробную, просто я там вешалки сейчас поставлю свою, то есть оборудовать под гардеробную я её не собираюсь. Конечно же, там будет детская, конечно же, она в планах, естественно, это, ну, как бы, не знаю, может, я как-то неправильно выразилась, как-то не то что-то показала, не то как-то сказала, вот, и все как-то на меня напали, что нет детской, да, конечно, у него будет детская, либо это маленькая комната будет детская, либо большая. Я посмотрю именно по тому, как всё-таки это, мне-то и снимать надо. У меня вещей много, мне нужно снимать, плюс ещё спальня, то есть у меня очень много локаций должно быть. вот, если я их обустрою как-то, то есть спальню сделаю в спальне, да, а, допустим, студия, кухня, я сделаю вот эти все локации там, то будет супер, тогда я большую комнату ему без проблем отдам. Если нет, то пока временно, возможно, он будет в маленькой вот этой комнате, естественно, эта детская как бы, без проблем вообще, да, а я себе возьму большую спальню и сделаю там, получается, и рабочее место, и спальню, и локации для съёмки, вот, но пока что, пока что в маленькой комнате будут все мои вещи, мы будем с ним вдвоём в большой спальне, и кухню потихоньку будем делать, посмотрим всё, ещё может 10 тысяч раз всё поменяться, как бы планируешь одно, а на самом деле получается другое, я ещё пока не могу всё это разобрать, но детская будет, не переживайте. Селена, очень долго смотрю ваш канал, хотела спросить, вы дома для сына готовите, кушат? Понятно, что днём он кушает в садике, а вечером? Я ему, я лично ему не готовлю, кушать в основном готовит ему мама, когда приходит по выходным, потому что она на выходных, мы так договорились, она с ним сидит, а я делаю дела, которые в будни не получается делать, либо у меня что-то запланировано, есть только на выходные, вот, поэтому она ему готовит, мяско, пюрешка, кашки, какие-то макароны с сыром, в принципе, такое всё, я вот приготовила ему недавно, кстати, котлетки на пару, впервые он не отказался их съесть, и съел даже пол котлетки целой, вот, поэтому надо такое, какие ингредиенты оттуда убрать, как, например, хлеб чёрный, заменить его другим хлебом, потому что этот хлеб чёрный мне тоже не особо идёт, там, гриднев, он с какими-то семенами, очень такими, вкусоаромата, интересно, возможно, ему вот это могло не понравиться, вот, а так, ну, готовлю, готовлю, вечером после садика, например, он пьёт йогурт, ест бутербродик, вечером пьёт молочко, и всё, и он спать, потому что после садика, ну, там остаётся полтора часа ему пободрствовать, он бывает и кушать не хочет, он приходит в садик, он сразу хочет йогурт, вот, или творожок какой-нибудь, я ему даю, обязательно захочет бутербродик, или бананчик, ну, то есть вечером я его не кормлю, там, мясом, там, ещё чем-то, он это и не будет есть вечером, вот, его и днём не заставишь, бывает, это всё съесть, так что лёгкие какие-то такие фрукты, кашки, бутербродик, вот, вечером он ест, это я ему готовлю, где будешь работать, когда закроют YouTube, мы параллельно с мужем развиваем бизнес ещё, вот, тоже туда вкладываем много сил, не знаю, где будет работать, а один из вариантов, например, это петь, вот, и я бы в этом направлении развивалась тоже, и могла бы петь тоже на каких-то корпоративах, там, ещё что-нибудь где-нибудь, мне это всегда было интересно, ну, как-то не доходили руки организовать себе работу в этой сфере, ну, что-то такое, например, как вариант, вообще я без работы не останусь, я люблю работать, главное, чтобы мне нравился коллектив, и всё было прекрасно на работе, следующий вопрос, мне очень нравятся твои ресницы Эльки, тебе очень идут, спасибо, мне тоже очень идут, и, кстати, я собираюсь попробовать М-ку, мне недавно скинули М-ка, я говорю, это что за М-ка, а М-ка это тоже как Элька, только здесь более такой резкий прогиб идёт, да, вот так раз и вверх, а там он более плавный, но тоже вверх, вот, если будет М-ка, 29-го, по-моему, я иду, так, главное не пропустить, а, 31-го я записалась, короче, 30-го или 31-го, да, я записалась, на реснички, если будет М-ка, сделаю М-ку, посмотрите, в моём Инстаграме, вот здесь вот, Инстаграм, я туда выставляю свои реснички, и говорю, какой объём, там, длина, все дела, будешь ли снимать, как делаешь сама ремонт, да, я всё снимаю, если что-то делаю сама, вот, а скоро я покажу квартиру свою, и покажу, сколько первые, первые, знаете, как, этот минимальный ремонт, который нужно было бы сделать, для того, чтобы въехать, вот, с ребёнком, и скажу, сколько вышло мне денег, будет видео в январе, так, какие параметры грудь, талия, бёдра на данный момент, и какой вес, вес у меня сейчас 55-800, я уже ближусь к своему идеалу, 55, я хочу до 55, вот, как бы, вот, и, параметры грудь, талия, бёдра, блин, 89-61-88, всегда так было, а так-то я поправлялась, худела, как бы, я и не знаю, я и не мерила, какая прическа окрашивания у вас будет в этом году, пока что, видите, я вообще не окрашиваю свой, корни, вот они у меня растут и растут, и мне вот как-то нравится, что не нужно тратить энергию, и думать о краске, идти куда-то её искать, потом краситься, пока так оставлю, мне пока нравится, но, может быть, если покрашусь, то в тот же цвет, который корни закрашу, который красилась, как ты училась в школе, какие оценки были, наверное, многие знают, я была троечницей, твёрдой, но по музыке у меня было 5, по физкультуре у меня было 4, у меня даже по английскому, по-моему, было 4, и что, по трудам было 4, то есть вот такие творческие, поняли, вот у меня было 4, 5, а по всем остальным, когда училась, у меня было 4 четверти, когда не училась, мне 2 могли поставить, ну, в итоге твёрдая 3 вышла, Селена, откуда черпаешь свои идеи и мысли, и сколько ты уже на ютубе? На ютубе я уже, по-моему, 4,5 года, да, уже скоро 5 лет, откуда я черпаю свои идеи и мысли, не знаю, у меня уже мозг уже так работает, я всё вижу, то есть куда бы я ни вышла, чем бы я ни занималась, у меня мозг уже работает на то, чтобы можно было бы снять, то есть не постоянно, чтобы можно было бы снять, чтобы можно было бы снять, я вот так вот хожу, нет, Просто каждый раз, когда я что-то вижу интересненько Я сразу думаю о том, что это надо снять и показать И как это можно снять и показать Вот, все прекрасное меня вдохновляет Если я вижу что-то интересненькое Меня уже это вдохновляет на съемку Ну, вот так вот Сирена, привет! Долго ты еще будешь сидеть на ПП? Мне кажется, у тебя уже лицо осунулось Ну, выглядишь ты огонь Спасибо Я вообще забираюсь все время сидеть на ПП Вопрос только в том, что Сейчас я отказываюсь от молочки От фруктов, да То есть фруктоза, лактоза, не ем хлеб Булочки, вот Ну, как только я достигну своего результата Вот, то есть у меня сейчас 55,5 Я хочу 55 ровно, чтобы было Пусть будет 54,5 Вот, только буду рада И тогда я смогу, да, уже Ну, я нет-нет, фруктики уже ем Вот, лактозу еще не ем, булки не ем Ничего такое Фруктики чуть-чуть себе позволяю Потому что я за ними соскучилась Алене передаю привет Она попросила Просто передай привет Так-то я все про тебя уже знаю Все в видео рассказываешь Так что, Алене, привет Скажи, пожалуйста, с того первого дня, когда я не пошел в сад Часто ли он болеет? Мы начали ходить с сентября Это просто ужас Неделю ходим, 2-3 недели на больничном И даете ли вы ему какие-нибудь витамины Я уже говорила об этом красненько Сейчас скажу Ничего не даем И лечим вообще просто, просто минимально Если у ребенка кашель Мы ничего ему не даем от кашля Мы ему промываем нос Кашель из-за носа Короче, у нас просто современные врачи Я вам даже могу посоветовать Клиника Медплюс Медплюс клиника Она есть, по-моему, на Западном И есть в Александровке Вот, поэтому Ну, лично в Александровке Мы ходим в Александровке И это просто офигенные врачи Ну, опять же, не все, конечно, да Там врачи офигенные Но в основном То есть у нас офигенный педиатр Который ничего лишнего вообще не советует Все на иммунитете И поначалу вроде бы там Да не было даже такого, что мы болели Потому что мы уже вроде начали сразу ходить в эту клинику Да, и нам уже сразу сказали, как нужно лечиться И в то время, как я смотрю, что подругам приходят педиатры И прописывают целую пачку ненужных лекарств Мы приходим к своей Она говорит, ничего этого не нужно Ничего не надо Вы делаете только хуже всем этим Иммунитет слабеет И ребенок постоянно У него нет своего иммунитета Мы будем поднимать свой иммунитет И такие, знаете, новые Ну, как бы не новые технологии А люди, которые повышают свою квалификацию То есть едут, изучают что-то И в курсе последних всяких вот всех новинок Таких, да, и тенденций в медицине Поэтому это, говорит, уже давно не прописывает никто Это вообще, говорит, не доказано там Что это влияет как-то на организм Поэтому мне нравятся современные наши врачи Мне нравится, как они ведут Я вижу результат, что мой ребенок не болеет То есть мы поехали, черт знает куда Туда-обратно Ребенок здоров Он ходит в садик Он не пропускает из-за болезни Я не знаю, когда последний раз он болел Я уже не помню даже Редко болеет И не даю никаких витаминов Ничего мы ему не даем Витамин D только Витамин D Он, как бы, его нехватка в организме И взрослых людей, и детей Поэтому рекомендуется там 2-3 капельки Давать детям И взрослым тоже То есть вот это нам говорят Пейте каждый день Просто каждый день Селена, почему ты хочешь как можно быстрее Переехать на новую квартиру? Потому что тяжеловато оплачивать 2 квартиры в месяц Одна съемная 25 тысяч Ипотека почти 30 тысяч И садик 17 Как бы, это на самом деле Очень большая сумма И хочется быстрее переехать Чтобы деньги, которые я трачу На аренду квартиры Я что-нибудь покупала в новую квартиру Поэтому я хочу быстрее переехать Какую елку предпочитаешь Живую или искусственную? Я предпочитаю искусственную В доме А на улице живую Потому что живая От нее очень много мусора Так, кто-то пишет Почему не общаешься с Крис? Она вышла замуж Причем это не вопрос А констатация факта Хлопает кто-то и так далее Я не поняла Или это вопрос? Нет Потому что почему не общаешься с Крис? Там тоже вопросительного знака не стоит Куда пропала Крис? Вот следующий вопрос Ну, сразу кто задаст мне вопросы Про Крис Я сразу могу сказать Мы с ней последний раз виделись 23 сентября Мы немного повздорили В этот день И разошлись И разошлись в разные стороны Можно сказать, да? На следующий день Мы поздравили друг друга С днем рождения Она поздравила Дэнни с днем рождения Я поздравила ее с днем рождения Мы приняли поздравления друг друга И с тех пор мы не общаемся Я думаю, что это осознанное взрослое Наше взвешенное решение У каждого могут быть свои причины Почему кто-то не идет навстречу И не хочет общаться Я причины ее уважаю И как бы нам все всем понятно То есть если люди не начинают общаться Значит они не хотят это делать Вот и все Мы не общаемся И я думаю, что никто из нас от этого не страдает Все хорошо, жизнь продолжается Следующий вопрос Ты хотела заняться школой блогера Есть ли еще это в планах? Да, есть Скажите, пожалуйста Почему вы не взяли сразу квартиру с отделкой? Потому что то место, где я захотела жить Там не было квартир с отделкой Они не сдают квартиры И не продают квартиры с отделкой Вот Ну ай Да, там все было Ну как бы новостройка Все строилось на моих глазах А там, где с отделкой Меня эти районы и ЖК Эти не устраивают Адекватная ли у тебя свекровь? Общаетесь ли вы? У меня вообще самая адекватная свекровь на свете Мы общаемся, да Приходится очень редко Мы живем в разных странах Вот Но Кстати Новый год Надо позвонить Она все время рада нас слышать И Дынечку всегда любит видеть Может даже в гости скоро к нам приедет Должны Должны сложиться все условия и возможности И она сможет к нам приехать в гости Как раз на новой квартире будет больше места Будет где принять человека Так что Я только с радостью буду ее ждать Да, если смотрите мое видео Я вам передаю привет И ждем вас в гости В ближайшее время Я думаю Это можно осуществить В комфорте Что для тебя значит дружба? Вы знаете Для меня дружба это Когда два человека находятся вместе Им по кайфу вместе общаться Они кайфуют друг от друга И у них какие-то Даже не обязательно общие ценности Я не знаю Общие интересы какие-то Им есть о чем поговорить Им не скучно помолчать Вот и все И это дружба Все Она может быть сегодня есть А завтра ее нет И даже если дружба длится Один день Неделю Или год То я тоже считаю это дружбой И большое спасибо За то, что там Человек был в моей жизни Допустим Тот же год Если он был год И я никогда Не скажу Я вот да Переоценку какую-то сделала Некоторую Да Никогда не скажу Что этот человек Значит он мне не был другом Знаете Десять лет допустим Мы там продружились с человеком Что-то произошло Мы поссорились Да Такой друг был Нет Десять лет было прекрасной дружбой Потому что я наслаждалась Этой дружбой Да Если что-то пошло не так Значит что-то изменилось И люди пошли в разные стороны Вот и все Вот для меня дружба Это когда какой-то период Люди идут вместе И наслаждаются друг с другом Все Что со старой квартирой Я ее продала Да Как раз это был первый взнос Хотите ли вы с мужем Еще малыша Да Хотим И мы даже планировали его Вот Вот Уже планировали Как бы сейчас Но Что-то мы вместе так сели Подумали Почесали репу Я говорю Слушай Сейчас с квартирой Вот эти все заботы Будут у нас Плюс Денька Еще он мне на руки Просится все время Как бы И это скандал И это какие-то нервы Что-то в последнее время Очень много нервничаю Ну и как-то мы вместе так решили Что давай чуть-чуть еще подождем Надо с квартирой Как-то мне кажется Все решить Потому что Тяжеловато будет И беременная И ребенок Тут И квартира такая Еще Недоделанная Да А так мы планируем И уже Вот я же говорю Планировали Вот даже При вот нашей последней встрече Собирались делать детей Привет Как давно ты за рулем Какой водительский стаж В этом году Есть планы посетить Другие страны Я более 10 лет за рулем А посетить Другие страны Нет Это очень Очень затратно Боюсь что В этом году В смысле В 2019 В 2019 Точно нет Но я думаю Что и в 2020 Наверное Не получится Но посмотрим Жизнь настолько непредсказуема И сегодня так Завтра по-другому Поэтому я открыта Для всяких разных перемен Интересных Почему у вас нет фото С папой Дэнни Почему нет У меня очень много Фото С папой Дэнни Просто я их не выкладываю И не показываю Вы себя считаете популярной? Слушайте Особо нет И всегда удивляюсь Если честно Что Меня узнают на улицах И просят сфотографироваться Причем Если я иду в торговый центр В какой-то людный день Меня могут узнавать Много людей Даже Продавцы-консультанты И просто прохожие Администраторы Каких-то магазинов И даже самое интересное Что раньше Знаете Типа Селена То есть не могли вы говорить А сейчас сразу Селена Свои Селена Свои Селена Свои Уже запомнили Мое имя Как оно произносится И говорится Мне очень приятно И как бы Я все время Как-то с шуткой С иронией Такая популярность Звездность Но честно говоря Как-то я удивлена Даже Честно говоря Этому Потому что мне кажется Что я еще не настолько популярна Чтобы меня вот так вот Прям узнавали Но это приятно Старайтесь экономить Или живете на широкую ногу Раньше До того Как я получила ключи Я жила на широкую ногу Не считала деньги Теперь Так как я получила ключи И нужно побыстрее Сделать квартиру Очень много затрат У нас не только в квартиру Но и в наш новый бизнес Приходится немного экономить Но это тоже все дело временное В этом тоже есть что-то интересненькое Знаете, как квест проходишь Тебе нужно построить дом И выжить И короче еще бизнес Чтобы там рос Это интересный квест Интересная задача Мы ее выполним Придем к финишу Следующий вопрос Селена Как долго вы решались Перейти на правильное питание Или эта мысль пришла вам спонтанно? Вообще не решалась Просто когда ты встречаешься С определенными людьми И они придерживаются этому И в какой-то период И как-то они На тебя начинают влиять Говоря тебе информацию какую-то И ты уже понимаешь Что моя жизнь не будет прежней Потому что я узнала вот это И вот что касается ПП То есть я начала с похудения Потом пошла случайно Просто меня пригласили На лекцию Зубарева И мне очень было ее интересно слушать Я для себя открыла много интересного Ну помимо того, что ничего нового Конечно для меня не открылось Я все это прекрасно знала Но так как это преподнесли Так как это вот знаете Все-таки прямо оно достучалось До моего сердца И теперь да Я как бы Просто голова моя Не дает мне по-другому теперь делать Можно сказать спонтанно Это не так, что голову сбрендило А просто сошлись так условия Что я встретила тех людей Которые смогли повлиять на меня Очень легко Расскажи про свою диету Или возможно сними отдельное видео Про то, какие продукты употребляла Может система какая-нибудь была Да, я сниму отдельное видео Какая я была Я сняла перед тем, как садиться Я сняла о себя со всех сторон Вот, сфотографировала И сниму потом Когда достигну своей цели И все расскажу подробно Как быстро на своем основном канале Ты набрала первую тысячу подписчиков Многие говорят Ой, вот за пару недель Мы без рекламы и прочее А я не понимаю Как без рекламы и накруток Можно так быстро их набрать Я не помню Чтоб я быстро набрала Это не было быстро Это было несколько месяцев Может даже полгода Было первая тысяча Первые сто подписчиков Я помню Я радовалась Еще в Москве жила И ютуб еще прислал сообщение Такое Поздравляем у вас Сто подписчиков И я такая Бегу к своему другу Говорю Кля, ура Смотри, у меня сто подписчиков Это тот, который меня подбивал Быть блогером Он такой Вот, смотри, у тебя растет Но я не рекламировалась Я и не знала, как рекламироваться Я вообще не знала, что люди рекламируются Я думала, что они просто снимают Как бы И все И ждут зрителей своих И как бы Я даже ни про что это не знала Про накрутки всякие И все Потихоньку снимала Просто я сама кайфовала От того, что я что-то снимаю И просто выкладываю Если у меня посмотрела 2-3 человека Мне просто было даже об этом кайф Что мои видео Они в сети находятся Вот Делала какие-то популярные запросы Что мне казалось Люди могут в интернете набирать Да И с надеждой на то, что им попадется мой ролик И поможет Чем-то Вот и все А потом как-то все само собой пошло Поехал Не знаю даже как Сейчас я удивляюсь, честно говоря, этому Потому что с каждым разом Все сложнее и сложнее Блогерам набирать своих зрителей Потому что очень большая Как бы Много блогеров Много разнообразия И зритель он уже знает Чего он хочет Он хочет хорошего качества Хороший контент Хочет То есть Здесь уже нужно ему угодить Зрителю Поэтому А бы что не снимешь С плохим освещением Плохим звуком Так Спрашивают про марафон Блиновской Чтобы я сказала свой отзыв Проходил ли ты марафон И вот твои впечатления Я, честно говоря, в восторге Считаю, что Каждый, кто хочет работать Со своими желаниями Пройдите первый марафон Елены Блиновской Марафон желаний Очень хорошо встряхивает Честно говоря Очень эмоциональный Марафон Я его прошла Осталась очень довольна Поэтому Потом я прошла еще Марафон финансов У нее же Марафон Стань и получишь Планирую пройти Марафон Предназначения И потом еще Марафон с отношениями Хотя у меня с отношениями Все в порядке Просто мне нравится Та информация Которая поступает Ко мне Как она поступает Вот Просто нравится И я хочу все узнать Все узнать Что в этом марафоне дают После просмотра влога Что у вас за новый бизнес Если это не секрет Это бизнес с пленками Защитными пленками На телефон Да Это наш новый бизнес Я его стараюсь Потихонечку Преподносить вам Хотя может и не потихонечку А уже такая И вот и вот И кстати на моем Втором канале Вот в ближайшее время Сейчас или стартовал Или будет стартовать Конкурс И я разыгрываю Там 5 сертификатов На полную обклейку Вашего телефона Прозрачная передняя пленка И можно сделать прозрачную назад Если у вас красивый телефон Можно сделать текстурную Вот как у меня Такая текстурная Там есть разные И под кожу И под дерево Лена кстати Моя вот Аленка Я была сегодня у нее в гостях Она под дерево Если захотела Вот я ей Закажу Вот Ну это наш бизнес Вот мы его продвигаем Производство этих пленок И всем этим занимается Мой муж Сейчас В большей степени Ну и другие люди Естественно Целая команда там работает А входит ли в твой рацион Морепродукты и авокадо? Да Мой вопрос Будете ли вы менять садик При переезде? Нет Мы останемся в том же садике Не хочу ему ничего менять Нам все там нравится Привет Расскажи про свой Новый год в детстве Какое было самое-самое яркое воспоминание Было ли настоящее новогоднее чудо Какие были традиции Очень интересно Слушайте Самый Новый год Новый год Помню один Новый год Я провела В очень хорошем ресторане Со своими подругами И там выступала певица Слава Такой был небольшой клуб Вот там отметила я Новый год Это кстати последний мой Новый год в Москве По-моему был И один Новый год из моего детства Это когда я не придумала Как праздновать Новый год И почему-то осталась одна Брат куда-то ушел Мама где-то была И короче что-то Ну у нас так как бы было Мама где-то с соседями Отмечала Новый год Ну взрослые там Дети как-то сами по себе все Ну так как у нас Такой был знаете Дом Что захотел пришел То есть я могла пойти спуститься И вместе с ними отмечать Новый год Но мне что-то было с ними Со взрослыми неинтересно Я поднялась домой Брат ушел со своими друзьями Малолетками Я так старше брата Куда-то они гулять пошли Я тоже не хотела И я еще была расстроена Я там рассталась со своим Молодым человеком Что ли мы повздорили Как-то Короче я осталась дома одна Я одела черный балахон Короче вот так вот В одиночестве У меня даже фотка где-то была Я такая сижу там В черном балахоне Одна дома Не знаю Соседку какую-то попросила сфоткать На память Самый ужасный Новый год В моей жизни Раздражают ли тебя Бесконечные вопросы Про мужа Ну вот сейчас Пока я вам читаю Те вопросы Ответы Уже Тридцать где-то сообщений Были про мужа Ну вот я их листаю Ниже просто Как видите Я пока не раздражена Все нормально Вы будете въезжать В квартиру уже с мужем Нет Пока мы в нее Только с малышом И с мамой въедем Селена Здравствуйте У меня такой вопрос Можно ли сделать популярным Свой ютуб канал Не вкладывая денежные средства На рекламу Раскрутку своего канала Да Я не вкладывала Никаких денег В раскрутку Ну то есть Даже те деньги Которые я вкладывала Минимальные То есть да Когда у меня там было Может быть Тысяча подписчиков Полторы тысячи подписчиков Две тысячи подписчиков Я помню тогда Что Я заказывала рекламу У блогеров У одной Тысяча рублей Я платила У другой Полторы тысячи рублей То есть это тоже были Маленькие блогеры Да И Ну приход Может быть был от них Там тоже небольшой Может в общей сложности Там полторы тысячи подписчиков От них пришли Вот А все остальное Это коллаборации Это популярные видосы Какие-то хайповые видосы Которые выстреливали видео Даже бывало не хайповые А просто например Сокрашивание Вот посмотрите У меня на канале Самые популярные видео Которые у меня Это алиэкспресс Женские штучки На первом месте По-моему Это просто случайное видео Выстрелило Я даже не рассчитывала На то что оно выстрелит Я рассчитывала На то что оно просто Соберет просмотры Сколько-то А оно выстрелило Потом окрашивание Балаяж А когда я в синий цвет Покрасилась Тоникой Я не ожидала Что эти видео Наберут у меня Больше миллиона просмотров Ну и какие-то там еще Видео И это не фикс прайс Это вот видео С окрашиванием И вот алиэкспресс Женские штучки Джум Вот у меня тоже Именно те видео О которых я вообще Как бы не планировала Что они наберут столько Вот вам пожалуйста Ютуб непредсказуем В этом смысле Надо просто делать Делать от души И рано или поздно Откликнется вселенная И аудитория к тебе И вот и все Я как бы в раскрутку канала Больше ничего не вкладывала Никаких денег Какой твой любимый сериал Доктор Хаус Теория лжи Все тяжкие Дэня очень любит Ходить в садик Вот спрашивают Нравится ли ему Ходить в садик Лёч очень любит Ходить в садик Кайфует И улыбается Я его забираю Хотела бы узнать Ваше мнение о прививках Делаете ли вы их себе И тем более ребенку Я не делаю прививки В роддоме Одну прививку какую-то сделала Не помню какую По-моему от туберкулеза Я даже не помню Какую прививку я сделала Ну какая-то была там Там было две обязательные Но я сделала одну И потом что-то Вспохватилась Ну короче Я не хочу делать прививки Я против прививок И я посмотрела видео Я не помню уже Короче я говорила В некоторых видео Какая-то женщина такая Вот она ездит с лекциями Она очень рассказывает хорошо И мне посоветовала Посмотреть эти лекции Девочка у которой Тетя работает За автомотделением В медицинском учреждении И она посоветовала Мне посмотреть этот ролик Там очень подробно Рассказывается Почему мне нужно делать прививки Там и так далее И так далее В общем все что там рассказывает Это доктор Медицинских наук По-моему Мне все очень понравилось И я против прививок Ни себе Ни ребенку Я их не делаю Но мама нам делала Все прививки Тогда было обязательно Сейчас слава богу Это не обязательно Вопрос Почему ты не ездишь больше В Минск Родственникам И в Крым Так Из Крыма Родственники у нас Переехали сейчас В Минск Не езжу Потому что Ну это немножко Далековато сейчас Неудобно мне сейчас ездить То есть Минские Родственники живут Вот Но сейчас немного неудобно И я надеюсь на то Что они приедут К нам в гости Почему покупаешь вещи Не своих размеров Ну потому что Мне нравится стиль Оверсайз И плюс у них еще Удобно то Что например Если я куплю куртку Больше размера Например эльку Или пальто Больше размера Или вот например Пуховик я купила Тоже больше размера Я могу еще Под низ Свободно одеть Что я хочу Могу одеть Пиджак И могу одеть Водолазку Пиджак И сверху Свободно И легко И комфортно Одину пальто Или куртку Большего размера Толстый свитер Могу одеть Под низ То есть это очень удобно И в принципе Оверсайз Такое объемное что-то Оно сейчас так модно В тренде И мне это нравится Как вы учились в школе Какой был любимый предмет Я любила музыку Физкультуру Труды И алгебру Я уже ответила На то как я училась Высшее образование У меня незаконченное Высшее Клинический психолог Я ушла Не перешла на третий курс Не сдала один экзамен Повздорила с одной Преподавательницей И плюнула Короче Я не пошла дальше Взяла академсправку себе На случай Если я захочу вернуться Но я уже тогда понимала Что я не верну Сколько у тебя было Незабываемых моментов В уходящем году Ну наверное Покупка квартиры Вот она Самый незабываемый момент Никогда не забуду Все мои хорошие Поздравляю вас всех С наступающим Новым годом Надеюсь мои ответы Были достаточно развернуты Что касается мужа То вы все прекрасно знаете Это личное Не хочу это обсуждать Личное должно оставаться личным А все остальное Я вам с удовольствием Показываю Рассказываю Вот Есть очень много видео На конкретные темы Ну и так же будет еще много видео Вот Если остались еще вопросы Задавайте Я на них отвечу Прямо в комментариях Про мужа можете Больше не спрашивать Я стараюсь О нем говорить Как можно меньше А так Все хорошо Живем Желаю вам всего хорошего И прощаюсь До следующего видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok